Новость из области спорта. Молодежная команда «Спарта НК-2» сразилась в домашнем матче с командой УГМК «Юниор». Это была уже третья встреча этих команд в рамках Суперлиги-1 чемпионата России. Как и две предыдущие, она закончилась победой видновчанок с минимальным разрывом по очкам 60-59. Несмотря на то, что игры молодежных команд не столь популярны, как выступления взрослого состава «Спарты», баталии здесь не менее азартные. Ведь новчанки на равных с соперницами провели стартовый отрезок матча, но упустили нить игры во второй 10-минутке, отправившись на большой перерыв с отрицательной 10-очковой разницей 24-34. Впрочем, такое положение вещей руководство клуба не считает критичным. Мы понимаем, что мы заходим в лигу взрослых команд. Это Суперлига-1, это вторая по рангу лига. И мы понимаем, что мы рискуем не занять призовые места, потому что все играют с женщинами. И наша команда является самой молодой. Тем не менее, третья четверть игры оказалась для «Спарты НК-2» более удачной, и они чуть поправили свое положение. В четвертой 10-минутке, за 5 минут до финальной сирены, «Спартанкам» удалось сравнять результат. А в конце матча вырвать победу с разницей всего в 1 очко – 60-59. Мы сейчас работаем на развитии игроков. Наша задача – выявить лидеров, выявить людей, которые смогут в дальнейшем защищать цвета «Спарты» уже в премьер-лиге. То есть для нас молодежная команда – это ступенька для выхода наверх. В Суперлиге-1 чемпионата России участвуют 12 команд. По итогам 25 матчей «Спарты НК-2» находятся на девятой строчке турнирной таблицы. Продолжение следует...